когда-то когда нас первым курсом послали на картошку устроили такую викторину я хочу сказать что к тому моменту я никогда ну я в жизни на самом деле немного спиртного выпил а к тому моменту вообще никогда не пробовал спиртное не было лет 17 ну может быть вина немножко когда-то пробовал но что-то сильнее и мощнее чем вино нет и там нам сказали викторина было нужно было как-то разлить в бутылке было вот столько воды и нужно было разлить таким образом чтобы всех трех или четырех или пяти стаканах было и у меня лучше всех получалось хоть я как бы опыта такового к тому моменту не имел что я сейчас делаю это просто вода чуть-чуть подкрашенная вином для чего подкрашено чтобы лучше видно было потому что ничего другого не было чернила не было ничего не было подкрасили вином в надежде что лучшее вино станет но она не стала просто может более-менее ровная разлива эти со временем глаз сбивается ты уже не так круто да можно картош нужно поехать туда получится лучше сейчас примерно ровно да я так подозреваю что если эти четыре свить в один то получится один цельный ну примерно правильно чуть чуть больше да согласен чуть чуть больше чуть чуть больше я уже всех раздражаю чем я хочу говорить сегодня но в этом и цель сейчас наверно примерно один может быть все чуть чуть больше да я буду сегодня проповедовать на тему вечность жизнь смерть очень сложная тема я говорю месяц готовился так до конца все не подготовился но я попробую на эту тему меня подтолкнул мысль я две недели пробыл с мамой в больнице и я хочу поблагодарить всю общину за молитву прошу вас продолжать молиться все непросто но все это кинуло меня в мысли я размышлял на самом деле древние про жизнь и про смерть размышляли и говорили намного более просто и больше чем мы мы живем в мире когда такое понятие как смерть болезни слабость максимально хотим от этого отгородиться мы просто боимся потому что современная культура благополучия или преуспевания не знаю чего она заставляет нас так думать верующие к сожалению слабы в понятиях мы должны быть сильны но мы слабы я руки его руководитель общины уже много лет и был момент очень серьезно когда мама была в больнице и я с трудом находил слова я почувствовал мы должны знать немножко больше и один день я ехал в больницу и она просто накатилась на меня какими-то переживаниями вот у меня месяц взял оформить эти переживания и потом сестричка подошла ко мне и говорит леон у меня к вам заказ я хочу проповедь вот послушать на тему я хотел проповедовать две недели назад но у нас то гости были помните и не получилось и вот сейчас я хочу прочитать несколько текстов это экклесиаст 12 глава с 1 по 7 стих и помни создателя твоего в дни юности твоей доколе не пришли тяжкие дни не наступили годы о которых ты будешь говорить нет неудовольствие в них доколе не померкли солнце и света луна и звезды и нашли новые тучи вслед за дождем в тот день когда задрожат стерегущий дом и согнутся мужи силы и перестанут молоть мелющие потому что их немного осталось и помрачатся смотрящие в окно и запираться будут двери на улицу когда замокнет звук жирного и будет вставать человек по крику петуха и замокнут черепения и высоты будут им страшны и на дороге ужасы и зацветет миндаль и отяжелеет кузнечик и рассыплется каперс ибо отходит человек вечный дом свой и готовы окружить его на улице плакальщицы до коли не порвалась серебряная цепочка и не разорвала золотая повязка и не разбился кувшину источника и не обрушилась колесо над колодцем и возвратится прав в землю чем он и был а дух возвратится богу который дал его царь соломон написал что-то тяжело понятное но понятно что это были некие переживания жизни и смерти и он заявляет прах возвратится туда а дух пойдет туда на самом деле на эту тему все мало чего знают есть которые говорят много чего знают но знают все мало все таки скажем так благодаря что сейчас технологии информация более доступны имея слово божие и имея опыт и имея некоторые отчеты людей переживших смерти жизнь клиническую смерть мы можем выстраивать какую-то картину есть есть много информации нам нужно быть аккуратными не все нужно заглатывать но размышлять мы наверняка должны можем потому что каждому предстоит на каком-то этапе дай бог чтобы это было позднее но так много людей скованы страхом прежде чем я подойду к библии и к тем переживаниям которые просто нахлынули на меня в какой-то момент и я верю что это было что то что я почувствовал и пережил пускай идгалути как идгалют какой-то как какое-то откровение я хочу поделиться этим но в начале тексты сегодня очень много информации доступно о людях которые прошли клиническую смерть кто-то слышал про это уверен все слышали но я вам прочитаю допустим сколько-то лет назад наделала много шума книга одного человека по имени муди она называется жизнь после жизни наверное слышали вы ее или я вам расскажу очень коротко свидетельство одного религиозного иудея который стал религиозным вследствие того что с ним произошло он был абсолютный израильтянин что и бога не боялся и человека не страшился и он говорит что один день у него случился какой-то приступ он упал и его привезли в больницу констатировали кому и смерть и через какое-то время через несколько дней он пришел в себя вот что он рассказывает он говорит я моя душа вышла и он говорит я увидел родственников которые меня встречают они успокаивали меня все хорошо все продолжается на самом деле сейчас все продолжается но они говорят сейчас тебе предстоит суд и он говорит я рассказываю свидетельство своими собственными словами там минут сорок он рассказывает я вдруг увидел массу темных ангелов которые осуждали меня я готов был провалиться под землю и говорит моя бабушка подошла ко мне и сказала зови праведника его зовут праведник цадик бен Ишай это я на иврите слушал кто такой был Ишай отец Давида Ишай и она говорит зови праведника сына Ишая то есть в его сознании это был Ишуа без сомнения вообще как бы никаких нету но для него для многих наших братьев ортодоксов имя Ишуа это табу нельзя говорить но когда пришел этот праведник все те ангелы утихли и этот праведник привел его перед трон божий и оправдал я делаю длинную историю короткой человек который как бы не знает господа вспомнились ему какие-то дела в римлянах написано а те которые не соблюдают закона и те которые не знают господа не знают его благодать и прощения по делам будут судимы а там были какие-то вещи которые он сделал хоть все это было ничто по сравнению с грехами но его бабушка в этом переживании сказала ему зови Бен Ишая и он тебя выведет вау знаете сила в новом завете написано он который про Ишуа написано судит живых и мертвых он в руках которого находится и смерть яд доктор Эвен Александер нейрохирург выпускник Гарвардского университета это очень такое серьезное тяжело заболел воспалением мозга балансировал между жизнью и смертью больше недели находился в коме проверки показали что мозговая кора больного ответственно замыслительные процессы не функционировала врачи дали неумолимый вердикт мозгу нанесен непоправимый ущерб если даже он выживет на всю жизнь останется растением медсестры ухаживали за пациентом светили ему в глаза фонариком ничего не реагировало прошла неделя вопреки всем прогнозам Эвен Александр очнулся ему вернулась способность говорить и оказалось что за время отсутствия хирург посетил рай я смеюсь немножко сокращая текст у меня он говорит не было никаких знакомых земных переживаний не было ни языка ни тела я ощущал себя атомом в огромном темном мире внезапно я увидел интенсивный яркий свет в своем великолепии и он говорит я думаю что это было проявление божественного присутствия в своей экскурсии по раю в кавычках Александра сопровождала незнакомая молодая женщина после выздоровления хирург который был усыновлен в раннем в раннем детстве обратился к семейным архивам вскоре выяснилось что женщина которую он видел это его биологическая сестра с которой он никогда в жизни не встречался она умерла раньше клиническая смерть сопровождается похожими воспоминаниями ежедневно сотни тысяч людей проходят через это но этот доктор Александр не рядовой человек он не хирург он знает с чего все устроено если бы вы спросили меня как нейрохирурга что способен запомнить человек с неработ с неработающим мозгом я бы ответил ничего или галлюцинации это не галлюцинации душа знает что она не ограничена телесными оболочками говорит нейрохирург это вот я взял кусок из статьи другой человек Владимир Владимир Ефремов русский один атомный физик я до смерти до клинической смерти считал себя абсолютным атеистом доверял только фактам все рассуждения о загробной жизни считал религиозным дурманом честно говоря о смерти тогда не думал было много работать но сердце шалило хронический бронхит замучил 12 марта дома у сестры у меня случился приступ кашля почувствовал что задыхаюсь легкие не слушались меня попытался сделать вдох и не мог тело стало ватным сердце остановилось из легких с хрипом вышел последний воздух в мозгу промеркнула мысль что это последние секунды моей жизни он физик атомщик он понимает пространство но сознание почему-то не отключилось вдруг появилось ощущение необычайной легкости у меня уже ничего не болело ни горло ни сердце ни желудок так комфортно я чувствовал себя только в детстве не ощущал своего тела и не видел но со мной все мои чувства и воспоминания были я летел куда-то по гигантской трубе ощущения полета казались знакомыми подобное переживал во сне мысленно пытался замедлить полет поменять направление получилось ужаса и страха не было только блаженство пытался анализировать мысли приходили сами собою все было свежо ярко и интересно мое сознание работало совершенно иначе чем прежде оно охватывало все одновременно сразу для него не существовало ни времени ни расстояний я любовался окружающим миром он был словно свернут в трубу солнца не видел всюду был ровный свет не отбрасывающий теней на стенках трубы видно было что-то пытался запомнить местность над которой пролетал это было похоже на горы ландшафт запоминался без всякого труда объем моей памяти был поистине бездонным попробовал вернуться в то место над которым уже пролетел мысленно и все вышло вдруг пришла шальная мысль до какой степени я могу влиять на окружающий меня мир и нельзя ли вернуться в мою прошлую жизнь мысленно представил себе сломанный телевизор из своей квартиры и увидел его сразу со всех сторон я откуда-то знал о нем все как и где он был сконструирован знал где была добыта руда из которой выплавляли металлы которые использованы в конструкции знал какой столевар это делал знал что он женат и что у него проблемы с тещей видел все связанное с этим телевизором глобально осознавая каждую мелочь и точно знал какая деталь неисправна когда потом меня реанимировали поменял в транспорт в телевизоре телевизор и транзистор и телевизор сразу заработал было ощущение всесильности наше КБ что такое КБ конструкторское бюро два года билос нас решением сложнейшей задачи и я вдруг представил эту конструкцию увидел проблему во всей многогранности потом после реанимации решил ее сразу Бог осознание того что он не один на свете пришло к Ефремову постепенно мое информационное взаимодействие с окружающей обстановкой постепенно утрачивало односторонний характер на сформулированный вопрос в моем сознании появлялся ответ поначалу такие ответы воспринимались как естественный результат размышления он думал что он мыслит и представляет сам себе но потом понял что это реакция что не нужно задавать вопросы они приходят сами то есть надо подумать и ответы приходят сами знания полученные в этой трубе многократно превышали мой прежний Бог я знал что меня ведет некто вездесущий не имеющий границ и он обладает неограниченными возможностями всесилен и полон любви и этот невидимый но осязаемый всем своим существом субъект делал все чтобы не напугать меня я понял что он показывает мне явление и проблемы во всей причинно-следственной связи я не видел его но чувствовал остро знал что это Бог сравнение чем можно сравнить мир в который вы попали после смерти помните апостол Павел сказал я был вознесен до третьего неба и все что я там увидел у меня нету ни слов ничего вот астрофизик что-то или атомный физик любое сравнение будет неверным процессы там протекают нелинейно как у нас они растянуты во времени они одновременно идут во все стороны объекты на том свете представлены в виде информационных блоков содержание которых определяется их место он говорит научно но интересные вещи я бы на такие вещи если бы опубликовал это в интернете бы знаю какие вещи бы сразу бы получил люди люди бы написали примерно так этот дьявол обманывает он показывает ад привлекательным знаете есть такой анекдот я анекдот расскажу человек один клиническая смерть дверь открывается и стоят два автобуса одна поездка в ад а другая тур экскурсия в ад в рай он раз поехал в рай там все в белом цвете арфы все такое аааа аааааа ааааааааа аа-ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааèяе уши и эти бургеры приносят, музыка такая отбивная. Кто видел эту рекламу? Макдональдса, да? И он выбирает, я пойду в ад, возвращается к жизни, начинает грешить все такое, потом в ад, попадает там в какую-то ужасную вещь и кричит. А что же это было нам показывать? Только это была экскурсия, это для туристов, говорит, а вы на ПМЖ уже, поэтому реалии совершенно другие. Я думаю, чтобы вот, если бы я это вот проставил, это бы комментарии были такие, но я хотел бы рассмотреть, что Писания говорят на эту тему. Тема очень тонкая, очень сложная, но у меня почему-то страх пропал на эту тему говорить. Раньше боялся, а вот все эти мысли вернули. Во-первых, я хочу сделать заявление из священных Писаний. И это касается верующих людей, те, которые ищут Господа, которые стараются идти за ним. Неделю назад я назвал это двумя вещами. Развивать веру и развивать митцвот. Делать дела веры. Кто помнит, я на эту тему говорил. Чтобы быть по-настоящему учеником и еще, нужно стараться развивать в себе нечто мистическое и нечто практическое. Потом мы поговорим про эти все вещи через бокал. Я вас укачал, вижу, здесь кто-то зевает сильно. Можно принести, может, кофе? Еще один, пятый этот вот с кофем. Павел говорит так. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если веруем, что еще умер и воскрес, это послание Коринфянам, первое послание, вторая глава с 9 стиха или с 13. А, нет, прошу про... Да, да, да. Два... Нет. Ну, неважно. Ой, это 1 Фессалоникийцам 4,13. 1 Фессалоникийцам 4,13. Не хочу же, братья, оставить вас в неведении о умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Ешуа умер и воскрес, то и умерших в Ешуа Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не опередим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба и мертвую в Ешуа. Воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках сретения Господа, на невоздухе и так будем с Господом всегда. В Коринфинах написано 1 Коринфянам 2,9. Но как написано, не видел того глаз, не слышал о ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Исайя, 60 глава, 21 стих, это стих пророчества Божьего своему народу, Израилю, тем, кто прилепился к Израилю, без разницы кто. То есть Израилю и тем, кто прилепился к Израилю. Но и народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих, прославлению моему. Знаете, я вспоминаю, я слышал проповедь Дерека Принца лет столько-то назад на Кенерете, до того, как он умер. И он сказал, когда я умру, я хочу, чтобы на камне там написали пошел домой. Правильно, Игорь, помнишь это, да? Или вернулся домой. И я думаю, что есть, наверное, и другие варианты, что красиво написается. Допустим, Ами Цадыки Хем Народ мой праведники Они наследуют землю. Я очень люблю этот стих, потому что он говорит о том, что через какие-то вещи-передряги весь народ Израиля Цадыки Эм Праведники Они Ну, давайте вернемся дальше читать. Хочу поговорить немножко о нас. Все это было предисловие, это не было проповедь. Павел пишет в Фессалоникийцам 5.23 Сам же Бог мира да осветит вас во всем. Ваш дух и душа и тело непорочны будут в прешении Господа Ишуа, Господа нашего Ишуа, Амашиеха. Кто помнит эти стихи? Про что просит Бог благословить Бог? Что Павел благословляет? Наш дух, душу и тело. На основании вот этого выражения у многих сложилось мнение, что человек, он троичен. Может быть, вещь очень сложная, но как минимум мы видим в Писаниях еще одну составляющую. Кто-то знает, как она называется? Какого-то мысля есть? Нашима. Нашима. Душа это нефиш. Дух, душа и тело. Нашима это дыхание. Где мы читаем про дыхание? Помните первое обытие? Там написано и когда решил Бог сотворить человека, написано сотворил его из праха земного и вдохнул в него как там на иврите? Нашима дыхание жизни. Но почему Павел тогда так заботится только об этих троих? Знаете, есть такое выражение то, что Богу принадлежит благословлять не надо. То, что наше нужно благословлять. Нашима она от Господа не зашла. Она к нему и вернется. Это его единица в нас при любых обстоятельствах. Поэтому каждый человек нуждается, чтобы его дух, душа и тело были устремлены на праведность и на Творца. Нашима наше дыхание, которое от Господа она присутствует, она всегда принадлежит ему. и вы знаете, когда когда начинается ребенок в утробе у матери, Бог посылает туда именно Нашима, вдыхает в эти клеточки, которые склеиваются, находят одна другую. И это таинство громадное, про которое однажды царь Давид сказал такие слова. Это Псалм 138-14-16. Славлю Тебя Боже, потому что я дивно устроен, дивно дела Твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда созидаем я был втайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. То есть даже когда Давид еще не родился, Бог уже имел запись об этом человеке, что таковой будет. Такая мысль наводит сразу на мысль, что все мы, все те, которые родились или которых абортировали, это те души, которые были там записаны у Творца и предназначались к тому, чтобы жить или не жить самим Творцом. Но очень важно понять, что все это от него, от какого-то его хранилища. Я вам сейчас говорю некое переживание, но я также ссылаюсь на тексты из Писания. И вот эта идея, во-первых, очень жестко ставит под удар саму концепцию аборта. А я не хочу этого ребенка. Ты убиваешь живое. К сожалению, сегодня это прокатывается или хашуф, но на самом деле это не хашуф, это очень хашуф, это очень важно, потому что в свое время существовали такие идольские, какое было сегодня Кедушим, Пороша Чаво, там где было сказано и не створить себе литого кумира. Литым кумиром был Ваал или Молох, когда детей бросали. Сегодня Молоху бросают детей, даже не вынимая их из утробы матери. Прямо там их химией растворяют. Но не об этом сегодня тема. Когда ребенок начинается, и Господь в эти клетки вдыхает дыхание жизни, нишима, как вы думаете, приятно этой нишиме входить из совершенного в что-то очень ограниченное? Думаю, что нет. И многие женщины, особенно первые месяцы беременности, что переживают? страшный токсикоз. Вообще-то этот токсикоз описан многими медиками. Но очень сложно духовное соединить с физическим. А такие соединения не существуют. Если мы откроем откровение 7 главу, 1 стих, там написано «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра» и так далее. Слушайте, про ветры есть целые науки. Ветры возникают от движения воздуха, холодное, горячее, землетрясение, солнечная активность и миллион разных вещей. Это так. Но Писание говорит, что какие-то ангелы тоже являются управляющими. То есть духовное связано с физическим. Когда там у женщины зарождается жизнь, это иношиме там ужасно неприятно. И многие женщины приходят переживать мощнейший токсикоз. Их рвет, их круть, они не могут стоять. Я знаю, что многие это прошли. Да, жизнь, ей не очень комфортно там. Но за девять месяцев она привыкает. Она начинает забывать, что было до этого. И четыре. дыхание, дух, душа и тело. нишима это что-то, что имеет божественную искру от начала, потому что Господом сотворено почему моего образа и подобия. Один из псалмов заявляет потрясающую вещь, которую, к сожалению, на русском языке очень сложно увидеть. Он говорит, и немного унизил ты человека перед ангелами. Кто помнит такой псалом? На самом деле там написано умолил перед Элухим. Перед Богом умолил, не перед ангелами. Человек венец. Почему он является венцом Божьего творения? Вот именно из-за этой штуки нишима, которая в нас там где-то находится, но она имеет чисто божественную начало. это у любого человека. Естественно, есть много людей, которые настолько проигнорировали эту штуку, что вообще это не знают и не слышат и не понимают и не чувствуют. Но она да, есть. Наш дух это как инструмент, который духовно берет через нашему от Бога что-то и переносит в нашу нефиш, в нашу душу. А душа это что-то, что определяет нашу личность. Кто ты? Что переживаешь? Твои эмоции? И далее тело, которое является взаимодействием со всем этим физическим миром. И вот человек рождается в мир. То есть ему вначале неприятно, но потом он привыкает и он рождается в этот мир. И у каждого человека на основании священных писаний есть четыре функциональные назначения в этом мире. Первое, она наверное, я несколько раз буду использовать четыре, поэтому я выставил четыре. Первое это взаимосвязь с Господом. Кто-то знает, почему мы должны быть взаимосвязаны с Господом? Тогда умрешь, если... Хорошо, оно до того, как умрешь. И движемся существуем. Еще. Все правильно, еще. Он дал жизнь. И сказал Господь, сотворим человека по образу и подобию моему. То есть Бог, когда сотворял человека, вот когда человек, какой-то ум, Стив Джобс, задумался творить вот эту машинку. Для чего он ее сотворял? Чтобы она на шкафу валялась? Или в полке? Чтобы пользоваться ей. И сказал Господь, сотворю человека для себя. Одно из наших назначений, одно, это быть с Господом в общении. Другое, кто-то знает какое? Ну, подумайте. это одно из них, хорошо, правильно, еще что-то? Правильно, еще, подскажу, четыре, первое, и сказал Господь, сотворим человека, итак, первое, то, что у нас должно быть, что у нас должна быть взаимосвязь с Богом, второе, и сказал человек, из праха, Бог из праха земного, помните, прах земной, что такое прах земной? Наше тело. Как вы считаете, это насущная штука, забота о нашем теле, или нет? Без этого мы не можем. младенец, еще только родился, у него уже в голове что? И чтобы ему поменяли титул, и чтобы его подержали на руках, забота о теле, комфорт, и так, плоть наша. Третье, это правильно сказали, и сказал Господь, плодитесь и разумножайтесь, репродукция, чтобы рождать себе подобных, и четвертое, правильно сказали несколько человек сразу, храни его, сделавай сад, развивайся, поднимайся в Богопознание, миропознание, наследуй эту землю, будь креативным, будь человеком творчества. Если мы сольем вот это вот все в один сосуд, дайте мне один пустой сосуд, он пустой? То получится полностью человек со всеми своими вещами. Вот это вот человек, в котором есть какая-то часть, которая ищет Бога, какая-то часть, которая заботится о теле, о плоти, какая-то часть, которая занимается круер-ру, плодитесь и размножайтесь, и какая-то часть, видите, я перелил, Костя, вылейте куда-то, пожалуйста, мне нужны будут четыре, спасибо. Какая-то часть, которая называется храни-возделывай сад. В жизни каждого человека есть четыре периода жизни. есть младенчество, есть юность, есть взрослость и есть старость. Правильно? Хотя эти четыре можно разбить еще на целую кучу. И вы знаете, когда ребенок только рождается, мы помним, это Бог, связь с Богом, это плоть, это плодитесь и размножайтесь, а это возделывай сад, карьера, развитие. Когда мы, вот ребенок рождается, какая у него функция больше всего работает? Естественно. Про Бога он подзабыл, потому что душа его там привлекла у мамы. Плодитесь и размножайтесь, ему еще рановато. Каким образом ему возделывать сад, он еще не знает, он еще учиться не может. И вот одна задача, чтобы мамка его на руках почаще держала. Правильно? Но ребенок начинает подрастать. У него по-прежнему много берется, но он пошел в садик, и вот это вот четвертое, храните, возделывайте сад, начинает увеличиваться. По-прежнему слишком много связано с плотью, чтобы было уютно, удобно и прочее, прочее. Но очень много у ребенка возникает потребностей осознавать этот мир, развиваться. Он растет. И когда он растет, вот это становится менее важным. Понятно, правильная одежка и еда всегда не актуальны, но он начинает больше взрослеть. есть он верующий в семье, ему начинают прививать вещи, которые немного связаны с Богом. Но ребенок еще не может много познать. И когда он еще чуть подрастает, вопрос такой, плодите, размножайтесь. Начинает обращать внимание на другой пол, начинает больше интересоваться. И когда это уже юноша, чаще всего здесь вот, вот здесь много, плодите, размножайтесь, тут у него много. Почему? Потому что вся гормональная система включена, у тебя бросаются лица, и ты борешься с собой, особенно если у тебя вот это есть сестра Господь, ты собираешься соблюдать свою чистоту, и это абсолютно верно и правильно, ты начинаешь взрослеть. В этот момент заботы о теле, они есть, но тут уже начинается много вещей, связанных с твоей карьерой. ты хочешь больше познавать, начинаешь занимать какую-то должность, и ты также уже конкретно приступил к задаче репродукции, у тебя рождаются дети, ты поднимаешь их, это правильное время, когда начать больше увлекаться и понимать, чем? Господом, Богом, потому что это вещь, когда ты в силах уже это делать, это возраст, про который я сейчас говорю, это примерно от 30 до 40, 45 лет, может быть 50 лет, когда ты начинаешь уже видеть своих детей, ты поднимаешь их, но ты должен быть человеком веры, и в то же самое время задача, когда ты обрабатываешь сад, когда ты учишься, или когда ты командуешь, или когда ты созигаешь, или когда ты строишь, или когда ты строишь дом свой. Вы меня понимаете? Я ясен до сих пор. Человек идет к 55 годам. Эта вещь малоинтересна, эта вещь уже он передает своим детям. И 55-60 лет человек может быть в очень серьезных позициях. Большинство политиков, они в возрасте 50-60 лет, большинство людей очень успешных, которые построили карьеру, они 50-60 лет, но если они люди думающие, они начинают очень много уделять Богу, репродукция у них уже закончилась. То есть это не значит, что у них нету какой-то интимной жизни, но не для того, чтобы рождать детей. Этим пускай занимаются уже их дети. Движение происходит дальше. Человек уже 60-65 лет. Помните заботу о плоти? Ну ладно, главное, чтобы были выписаны правильные таблетки. Рубашка? Да я могу в этой рубашке 10 лет ходить, кого это вообще волнует. Туфли? Да у меня уже столько накопилось, я бы их выбросил половину. То есть новые уже не куплю. То есть здесь уже мало чего, но но в это время ты вдруг начинаешь чувствовать, что вся твоя карьера, это очень круто, но она тебе нужна сто лет. Она тебе уже пускает другие. И вот в этот момент люди теряются, они часто уходят на сторону, голову срывают, если у них нету вот этого, если они не посвятили себя Господу. И разумный человек начинает сюда выливать очень много, здесь у него остается чуть-чуть карьера, возделывать сад, чисто на автомате оно двигается, но вот здесь он начинает посвящать очень много времени, если он разумный человек, если ему 50 или 60 лет, к сожалению, сегодня очень много пожилых людей, они в землю смотрят, по всем параметрам, они не развивают свою связь с Господом, а оно предназначено в них, в на нуле, помните, я показывал ребенка, там ему было только мамку сиську пососать и все, но когда ты пожилой человек, поэтому написано в Писании, а вы пожилые, не бла-бла-бла-бла-бла, а Господа молитесь и наставляйте молодых, Писание очень гармонично, и если мы можем воспринимать вот этот простой принцип, и вот вдруг звучит труба, и твоя Нашима, помните, Нашима, Руах, Нефеш, Игув, Нашима, вдруг просыпается и говорит, я стала скучать по отчиму дома, и она посылает команду твоему телу, и врачи начинают бороться за тебя, но у человека отключается то, то, другое, его подпитывают, подреанимируют, подправят, подчинят, но на каком-то этапе все равно голос вот этот вот, я хочу домой, будет звучать очень сильно, и ничего не поможет, и вы знаете, по-разному люди переживают эту вещь, вот несколько переживаний священных писаний, Павел говорит, а теперь готовится мне венец правды, абсолютно четко понимал, все, он чувствовал, время заканчивается, и он знал, что он перед Господом ходил, он свои определенные годы посвятил служению, но у Павла был очень большой поиск, вы думаете, что человек сидит по всему миру и проповедует божественные истины, он лучше, чем тот, который дома сидит, абсолютно нет, я читал недавно высказывание Билли Грейма, кто-то слышал про Билли Грейма, Билли Грейм сказал такую фразу, он говорит, я сегодня жалею, что я слишком много путешествовал проповедуя Евангелие, он говорит, мне надо было больше времени посвятить раздумьям и мыслям о Господе, это человек, который очень известный в евангельском мире, я был дома за некоторое время до того, как Дерек Принц умер, у него дома мы были, и знаете, что он сказал, Дерек Принц сказал, я потратил очень много своей жизни на то, чтобы проповедовать людям силу духовных даров, учил их молиться на языках и прочее, прочее, а мне надо было их больше учить, заниматься милосердием, знаете, есть такая притча про десять, кого? Дерек, Дерек, пять умных и пять не очень, и помните, пять было умных, у них светильники были, и самые разные мысли, что такое там вот эти вот вещи в светильнике, это молитва бесконечная, нет, это не молитва бесконечная, это вот правильно распределять свою жизнь, и каждому возрасту давать уклон то, что надо делать, и как я уже сказал, две вещи важны, вера и вещи добрые для других, ближнего своего, сегодняшняя порошадщика господа Бога чтите, не делайте идолов и прочее, и ближнего любите, не воруйте и прочее, как самого себя, это и есть готовность, это и есть мудрость по Писанию, а все PHD, докторские диссертации, понимание, возможность доказать чего-то, все это ерунда, они неплохо, когда ты садва сделаешь, но для вечности, вы слышали, что этот астрофизик пережил, он говорит, все то, что я знал, оказалось ничем, Павел пишет в своем послании, ибо знание ограничено, Павел пишет в своем познании, ибо сегодня мы видим, как сквозь тусклое стекло, но когда туда придем, увидим лицом к лицу, нам все это откроется, то, до чего мы здесь пытаемся доползти, прилегая абсолютно неимоверные усилия, с рубежом становится все по-другому, и вот душа командует, нащема командует, хочу домой, и Павел говорит, я знаю, готовится мне венец, это классное утверждение, когда человек чувствует и знает это, в другом месте он говорит, мы желаем выйти из тела и водвориться у Господа, не боится смерти, написано, пришло время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, вот я отхожу в путь всей земли, царь Давид тоже не боялся, про патриархов написано, насыщенная жизнь, они шли к нему, куда Нашима так голодно стремилась, куда хотел дух, душа, она настолько занята вот этим миром, что она старается не думать, именно поэтому, когда человек взрослеет, очень важно дать приоритет молитвам и размышлениям о Господе, потому что есть несколько вещей, которые людей пугают, первое, если они не рождены свыше, это просто тотальный страх перед смертью, потому что они думают, что за этим все, а у людей верующих почему страх есть, потому что у них есть много незнания, а вера сегодня игнорирует эту тему, не освещает ее, а знание должно быть, пускай то, что я говорю вам, имеет даже высокую степень погрешности, ну и что, Павел не боялся этой погрешности, он ничего конкретно не сказал, он сказал, там лучше, там прекрасно, Иоанн про то сказал, там все в золоте, в бриллиантах, и там свет, так он сказал, и сойдет с кинья, с небес, и она будет местом, где Бог будет обитать с человеками, помните Откровение 21 глава, и так хорошо быть просто готовыми или понимать о том моменте, и быть мудрыми девами, как там написано в притче, или мудрыми мужчинами, не важно кем, мудрым, когда ты знаешь, что в своей жизни, какой период, к чему обратить, и когда ты молодой человек, и ты работаешь, чтобы карьеру выстроить, это вот этот вот, и чтобы детей родить, это вот этот вот, это все отлично и правильно, но, как говорит Соломон, в это время не забывай Бога, Создателя твоего, и обращайся к Нему, пускай это не будет захватывать все твое время, но определенное время, ты все-таки чем старше, чем здесь будет больше, шмотка, машина, она едет к Любови, если ее чинить, а душа, переход, и человек там, и там все оно иначе, здесь только глаза и руки могут реально что-то показать, о, я вижу этот микрофон, и я его пощупал, значит, он есть, но многие из нас имеют мысли, думки, многие из нас достаточно развиты с таким понятием, как интуиция, чувство, чего-то ожидание, вы знаете, это вот эти вот наши внутренние сокровенные ныжема, дыхание, дух, которые сейчас из-за оболочки не имеют способности все провидеть, но когда человек попадает туда, все включается одновременно, душа, она вдруг начинает видеть, и вот все эти клинические эксперименты, они говорят, что начинают видеть в первую очередь родственников, даже незнакомых, но быстро познакомятся, они своя душа, свои близкие, вводят тебя пусть в курс дела, чтобы ты не растерялся в том непонятном многомерном мире, в тот же самый момент, когда ты видишь их, твоя внутренность начинает видеть нечто больше, ты видишь Авраама, Эден, Лона Авраамова, праведника, ты там с ними в тот же самый момент, ты возможно провидишь ад, потому что грешил, и ты, твоя внутренность, с одной стороны видя родственников и Авраама, и Ангелов, поражена этим видением и болью от осуждения за дела, которые ты сделал, и здесь без Ишуа сложно, но это все в тот же самый момент происходит, но твоя ныщема, она видит того, от которого вышло, я говорю это к вам верующим, чтобы каждый мог подумать о своей душе, чтобы мог больше через писание, через молитву, через добрые дела, чувствовать себя уверенно, не заслужить там быть, потому что не наши дела, не даже наша вера, ничего не могут сделать на самом-то деле, потому что мы слабые люди, но есть чудесная формулировка нашей еврейской традиции, не по делам нашим, но по твоему великому милосердию, и он сказал, я не оставлю тебя, я приму тебя, но сегодня мы живы, и сегодня нам очень важно знать, куда мы идем, и поступать в соответствии с тем возрастом, в котором мы находимся. Если тебе 17, и 18 лет, и 20, и 25, знай Господа, одежда одна хорошая, когда она хорошая, но это время, когда ты должен подумать о том, чтобы плодиться и размножаться, и о том, чтобы хранить и возделывать саду, учиться, возможно, тебе 35, и тогда тебе еще больше здесь нужно сил, надежда, ладно, хватит тебе, плодись, размножайся, учись, насаждай, тебе может быть 40, 45, 50, ты заканчиваешь свои планы с размножением, это время, когда возделывай землю, и вливай намного больше в Творца, в твои отношения с Господом, ищи, познавай Его, потому что это время, когда ты можешь настроиться, и это обеспечит тебе то масло, про которое говорит Иешуа, тебе 60, 65, 70, 75, 80 лет, твоя карьера, передавай ее молодым поскорее, хватит, вот сюда твои должны быть цели, там, где ты можешь познавать Господа, потому что чем лучше ты его знаешь, тем других больше научишь, с тем большим миром, как Давид, будешь уходить в путь всей земли, а за тобой будет оставаться неугадаемое наследствие. И в заключении я хочу сказать, вы знаете, в один день произойдет воскресенье, и оно будет невероятным событием, Ишуан придет, и мертвое воскресенье, как это будет, мы ничего понять не можем, но понятно, что сила тления и смерти будут скованы в этом мире и удалены. И в этот момент не только мертвое воскресенье, но все твои добрые дела, все твои молитвы, все твои лучшие желания вдруг станут реальнее самого реального, и из них будет выстроен тот храм, про который Господь говорит, и сойдет с небес с хиния, и все будет место обитания Бога с человеками, и там не будет нужды ни в луне и ни в солнце, потому что Бог Вседержитель будет там и луной, и солнцем, и освещать будет твою жизнь. Вот эту проповедь я хотел вам сказать. И я рад, что это случилось именно во время пасхальной недели, когда присутствует и смерть, и жизнь, и воскресенье из мертвых. Я хочу помолиться. Небесный Отец, я молю Тебя, чтобы Ты удалил от нас животный страх смерти. И дай нам сверхъестественный дар жизни. Я молю Тебя, чтобы желание жить полноценно и мудро соблюдать и накапливать пред Тобой юелей, чтобы мы могли войти по зову жениха. Было в нас это дело. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого из нас. И помоги нам быть людьми, которые и других могут наставлять в правильном пути. Башем Ешо Амашиах. И скажите Амэн. Амэн. Вы знаете, как это закончилось? Если мы откроем Левит, Давид уже вошел, да? 19-ю главу. Это Порошат Шабуа. И там написано, это по поводу наставлять один другого. По-моему, 19-18 стих. 17 стих. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, но обличи ближнего твоего, не понесешь за него греха. Обличи. На иврите там написано, я забыл, какое слово, но оно перевести правильнее, оборви его. Очень часто люди несут бред, а мы из-за уважения не хотим их обрывать. Талмуд говорит, когда ты обрываешь дурака, умного, то он будет всю жизнь не ватен тебе. А когда ты обрываешь умного, то он будет тебе благодарен, потому что всегда кого-то где-то заносит. Мое пожелание, чтобы мы были мудрыми людьми, знали, кого обрывать, кого нет, и использовали вот это право для того, чтобы наставлять людей на пути правды, показывая им всю истину. И Тору, и Митцвод, и Руаха, иискупление в Иешуа, Мессии, и понимание того, призвание которое есть в Израиле. Пусть Бог благословит всех вас. Я хочу помолиться еще раз. Давайте встанем в Дерушах как в Митцов. Амин. Иварех леха адонай ваишмир и яэр адонай панав илэха вийху неха иса адонай панав илэха виясем леха шалом. Вашем Иешуа Масхер. Амин. Будьте благословенны.